Привет! Сегодня мы с вами прогуляемся по улице Греческой. В один из дней мы уже гуляли, но мы гуляли по чётной стороне, а сегодня мы пройдёмся с вами по нечётной. От канатной начинается до преображенской. Вот сразу под первым номером сейчас находится Одесский педагогический колледж. А раньше это была школа. Сейчас у нас каникулы в школах весенние. Вот в этом здании с 1961 по 1980 год находилась средняя школа 116-я, основанная педагогом и общественным деятелем Алевтиной Ивановной Кудиновой. 1925-2003 годы жизни. На стопасмурно, то солнышко выходит. Вот такие новострои в центре Одессы. Не обязательно жить в старом фонде в центре. Можно жить и в новых домах. Ох, вот так даже. Такие террасы. Красиво. Паркинг, наверное, подземный. Все условия. Наверное, сетка обтянутая. Спортзал. Если нет света, включают такую подстанцию. Для марта погода такая у нас. Прохладненькая. Ну, или нормально. Всегда хочется, если весна, уже всегда хочется тепла. Вчера смотрела в окно и шел крупными хлопьями снег на зеленую траву. И в это же время дождь. Магазин мебели. Евродом. Какие у нас тут цены? Давайте посмотрим. Цветочки по 38 гривен. 46. Роза 36. Искусственный. Ну, искусственный уже как бы... Раньше было модно. Сейчас это уже отошло. Привет. Котик с ошейником. Троллейбус 9 здесь проходит. Троллейбус 9 здесь проходит. Так вот, цокольный этаж. Дом Лоцманский. Середина 19-го столетия. В нем жил с 1927 по 1949 год. Ильин. Спивак, режиссер, профессор. На мосту такая табличка. Далее наш путь лежит по Греческой улице, где была булочная Мелисада и греческие кофейни к Строгановскому мосту. С этого моста солдаты генерала Коульбарса расстреливали безработных, пришедших из Николаева в Одессу. Они шли из горящего порта 1905 год. Этот мост в вековечном фильме броненосец Потемкин. Это проект Деленого театра. Такая табличка. Мы уже на какой-то из улиц читали. А, на улице Черноморской. Там была посвящена Паустовскому. Юрий и Алеша. Стадион в Одессе. У нас есть в Одессе улица. Вот тоже она идет. Вот. Параллельно. Только оризонтально. Значит, Юрий и Алеша. Это русский советский писатель, киносценарист, поэт, драматург, журналист. Вот. И одна из ключевых фигур Одесского литературного кружка 1920-х годов. Такой дворик. Раньше улица греческая называлась Карла Липнехта. Здесь разрушенное здание. Сейчас посмотрим. Здесь раньше была дискотека. Клуб ночной. Все сюда бомонт, кто любит такие вещи, собирался. Сейчас здание стоит разрушенное. Деволановский спуск. Деволановский спуск. Очень много уже здесь снимали блогеры. Эти разрушенные дома. Я практически уверена, что какой-то проект придумают и как-то его облагородят. Девятка троллейбус ездит. Порт, виднеется, море. Морской привет, кто не в Одессе. Спасибо за ваши доброжелательные комментарии. За ваши просмотры. За вашу подписку на канал. Некоторые уже раньше жили в Одессе. Сейчас вы далеко. И на одном из видео писали, что я был на этой улице ребенком. Это было 30 лет назад. Или еще такие даты. Цифры такие впечатляющие. Вот напишите, может быть, когда вы были на улице Греческой. Или вы не Одесситы. Вообще в Одессе не были. Не были на этой улице. Интересно. Улица Греческая. Пересекает и Льва Качинского. Здесь тоже новострой. Слушайте, у нас даже новострой уже чуть-чуть рушится отделка. Здесь был ресторан Бабельфиш. Но сейчас вот они пишут, что закрыт в связи с переездом. И до встречи в Аркадии. Будинок прибытковый Канаке. Конец 19-го столетия. Еще тоже интересно написали, что Одесса – это уже музей под открытым небом. И действительно эти дома – уже памятники архитектуры. Одесский художественный музей. Такие большие, светлые залы, экспозиции, очень интересные выставки. Мореходное училище. Так, перешли нам с полным ведром. Кто верит в фремиты – это на удачу. А Юрий Алёша жил во Флииле. Дома 12. Детские годы. Улица Пушкинская. Улица Пушкинская. В этом здании сейчас интервью. Галерея диванов, мебель. Магазин мебели. Пушкинская вообще роскошная улица. Сейчас ждем светофор. Это здание сейчас закрыто стоит раньше. Я помню, банк был. А до этого я не знаю, что здесь было. Навряд ли был жилой дом. Наши знатоки некоторые уверенно знают. Напишите нам, что... в этом величественном здании было. Греческая, 15. Вот уже дома нет. Уже новостроен, построен. А на этом месте был дом, в котором жил уроженец города Левкада, Греция. Федор Флагаити. Бургомистер первого одесского магистрата, 1796 год. Благотворитель греческого свято-троицкой церкви. Сейчас все элитно. Дом не сохранился. С неба, по-моему, еще немножечко снежок сыпет. Улица Решильевская. У нас сейчас по всему городу, в парке Шевченко особенно много, такие самокаты можно взять и совершить электропрогулки. Оперный театр. Теребасовская. Летом хорошо взять такой самокат и прокатиться. Потому что нам еще ни один раз не попался открытый дворик. Только я сказала, и тут у нас открытая парадная. Зайдем. Посмотрим. Широкий подъезд. Марамурная лестница. Такой большой холл. Подниматься мы не будем. Да, иногда делают ремонт, видно. Все-таки по традиции мы зашли в гости. Да, маленький снежок. Еще у нас... Какая сейчас погода в вашем регионе, если вы не из Одессы? Дом реставрируют. Уже крышу перекрыли. Ему повезло. Этому дому. А, здесь еще отель есть. О, это отель. Отель, фотостудия. Сейчас с вами подходим к Греческой площади. Улица Екатеринская. Продается квартира. Наверное, сделан ремонт, потому что пластиковые окна, смотрю, стоят. Ох, снег усиливается. Как крупа такая идет. С мартовским снегом нас поздравляю. Мы с вами гуляем. Уже практически, когда часто проходишь, знакомые, родные места. Дворы очень колоритные, но практически на этой стороне все закрыты. Когда-то у нас все дворы были открыты. Можно было зайти в любой двор. А сейчас нет. Переулок красный. Покажу большую, красивую люстру. Такая люстра. Кафе закрыто. Сейчас у нас карантин. Одесситы беседуют. Рассказывают друг другу новости. Женщина рассказала, что идет к знакомой. Должна была идти на новоселье. Идет провожать ее в последний путь. Так, у нас чуть грустная нотка, но жизнь есть жизнь. Про другую подругу рассказала, что она едет сегодня в Египет. Вот такие разные грани нашей жизни. Поэтому берегите себя. Женщина инфаркт. То, что произошло. Ресторан Киев. Очень вкусные пирожные. Я помню пирожные. У вас могут быть другие воспоминания. Здесь раньше останавливались автобусы. Конечная была. Мы ходили, покупали. Всегда были свежие, вкусные пирожные. Уже выстроили новые здания. Это детский супермаркет Антошка. Кто, конечно, живет в Одессе или был, это все знают. Некоторые люди, вот я читала комментарии, они были в Одессе по 30, по 40 лет. Уже уехали. Женщина прямо такая леди, интеллигентная. Поэтому, да, мы не знаем, где мы завтра будем. Все мы наш город любим. И, возможно, и я когда-то буду эти видео просматривать на столье. Возможно, и все время буду жить в Одессе. Если вы уехали, ностальгируйте. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Кто уже тоже уехал из Одессы, пусть посмотрят. Дом построен в 1954-1957 годах. Архитектор Фельдштейн. Одесский русский театр. ТЮЗ. Сейчас из-за карантинов постоянно отменяются какие-то спектакли, представления. Собор. Тоже его восстановили. Видите, опять электросамокат. Прибутковый дом Юрьевича. Початок 20-го столетия. Открыто. Что это там? Ломбард открыт маленький. Вот, хоть зашли мы в один дворик посмотреть. Гаражи люди себе поставили. Голуби, кошечки. Ой, как. Вот эти веранды деревянные. Еще моя маленькая мама была помнит их. До сих пор это все стоит. Виноградник. Творы застывшие во времени. О, ну, так, ребята. И машина тоже. Уже про машины надо снимать отдельный влог, который брошеный. Вы поняли. Фишечка Одессы. Вы их называли. Художественные инсталляции. Бюро переводов. Там еще такой дворик. А такие большие дворы набили, набились машины. Полный двор машин. Вот тоже брошенная машина. Здесь во дворе сразу две машины. Такие, да? Привет. В общем, не изменяя нашим традициям, на этой улице мы встретили все. И одесских котиков, и брошенной машины, и открытый одесский дворик. Этот дом очень красивый тоже, но что-то он рушится и рушится. Так, еще одна. Соседствуют. Два соседа. Вот так и в Одессе у нас. И так происходит. И так. Все в городе есть. Все, мы дошли до конца улицы. До Преображенской. Бывшая светская армия. Спасибо, что были со мной на этой видеопрогулке. Спасибо за ваши позитивные комментарии. Будьте здоровы. Пока-пока. Красиво, правда? Редактор субтитров. Да. Продолжение следует...